Что вам здесь нужно? Вот вы зачем пришли? Молчит. Привет, просветители! Все мы знаем отличную фразу «Критикуешь? Предлагай!» А на этом канале мы очень часто критикуем. У меня вышло уже много роликов, в которых я без особого энтузиазма отзывался о выборе тем для разговоров о важном. Что у нас на этот понедельник запланировано? Поэтому сегодня я решил подойти с другой стороны, обсудить те вопросы, которые, на мой взгляд, действительно актуальны. Но так как в них достаточно сложно запихнуть злой запад, Украину и мы впереди планеты всей, то в школах о них говорить точно не будут. Комплексы обсуждения внешности, оскорбления, РПП. Да, это вам не письмо к Деду Морозу в январе. Разговоры о важном состоповым. Начнем с не особо увлекательных и не то чтобы обязательных историй из моей юности. Слушайте, мне нужно профессионально заниматься рекламой. Огромное количество подростков сталкивается с неприятием своей внешности. И просьба пластической операции на 18-летие уже не кажется чем-то особенным. У кого-то нос не тот, другой ростом не вышел, у этой нет изгибов, у той сплошные изгибы. В общем, вы знаете, как это бывает. У меня, вот именно у меня, и это важное уточнение, в школьные годы не было претензий к своей внешности. Я изначально понимал, что он прекрасен. Претензии появились позже. Мне никогда не казалось, что меня ни за что не полюбят, если я не. Или вот стоит мне набрать мышечной массы, и Анька из 11-го Б точно станет моей. Я всегда понимал, что беру харизму и чувством юмора. Место для вставки про Павла-юмориста. Но ее не будет. Но вот зато у окружающих претензий было много. Ненавижу людей. Именно из-за постоянных расспросов, каких-то бестактных шуток, комментариев. Я получал комментарии о своей внешности еще до того, как появился Ютуб. Мне хотелось измениться. Не чтобы стать счастливее или произвести впечатление. Нет. Просто, чтобы от меня отстали. Каждый одноклассник, продавец на рынке, родственник на семейном застолье должен был, вот прям подчеркнем слово должен, задать вопрос о моем весе. Ко мне 14-летнему однажды незнакомый мужик подсел в электричке и начал выяснять, почему я такой худой. Ах, эти веселые шутки. Ношу ли я в рюкзаке камни, чтобы меня не унес ветер? Нет, камни у меня только для тебя. Умник. Правда ли, что дома меня никто не кормит? А смогу ли я спрятаться за шваброй? А эти замечательные попытки запихнуть в меня еще одну тарелку супа, потому что я будущий защитник? А с такими худыми руками за меня никто замуж не выйдет. Да, в седьмом классе это просто ужасная проблема. Сказать, что это напрягало, это не сказать ничего. И да, чтобы вы понимали, я действительно был очень худым. Очень. Если тренировки в остроуме сверстников, я еще как-то мог понять. Камон, в моем классе лучшая шутка была «Висит груша, нельзя скушать». Что это? Игорь Грушин повесился. Ха-ха-ха-ха-ха, я пошутил. То абсолютно странные комментарии взрослых уже тогда казались мне какой-то дичью. Вы реально думаете, что попытка навязать подростку комплексы, связанные с весом, офигеть, как помогут во взрослой жизни? И тогда же я выбрал для себя правило «Никогда не комментировать чужую внешность». Никогда. Исключение правила «Одной минуты». Если человек за одну минуту сможет исправить тот недостаток, о котором вы говорите, окей, это нормальное замечание. До сих пор не знаю, что мне делать с комментариями некоторых зрителей о моем голосе. То ли голосовые связки подрезать, то ли беломор начать курить. Очевидно, ежедневных колкостей по поводу веса было недостаточно. И чтобы жизнь совсем уж медом не казалась, пришли они прыщи. В одном из первых роликов я уже рассказывал про эти счастливые лет 15. Где-то до 30 мое лицо свело. Ох уж эти веселые вопросы, умываюсь ли я. По сей день с улыбкой вспоминаю. Нет, не умываюсь. До сих пор не понимаю, как у всех этих сердобольных товарищей не получилось развить во мне пару-тройку комплексов. Но еще раз повторю, несмотря на все комментарии, меня вполне устраивал мой вес. Мне просто хотелось, чтобы от меня отстали. И тем удивительнее, что хватило одного комментария от одного же человека, чтобы получить настоящий комплекс. Никогда не знаешь, в какой конкретный момент твоя психика скажет «До свидули». Как и многие дети 90-х, я перед школой смотрел MTV, читал журнал «Молоток и все звезды». Ностальгия в глаз попала. И периодически попадал то на статьи «Очередная звезда увеличила себе грудь», а вот этот актер оттяпал нос, то на передаче а-ля «Избавимся от этого шнобеля». Мне никогда не хотелось ничего подрезать или исправлять, потому что зачем? Я и так красавчик. Так продолжалось до 9-го класса. Я даже дату помню. 17 ноября, день рождения мамы. Вся семья за праздничным столом и вдруг моя крестная выдает. «Паш, а я только сейчас заметила, какой у тебя горбатый нос». «Вау, спасибо за информацию! Что б я без нее делал?» «Ты не подумай, это не в плохом смысле. У дедушки точно такой же был, с большой горбинкой, крючком». И вот тут-то я и понял, что оказывается природа наградила меня тем, от чего в современном мире толпы людей пытаются избавиться. Шикарный у вас праздник и конкурсы прикольные. Буквально через месяц уже за новогодним столом тетя повторила свой спич. «Какая же у тебя классная горбинка!» Скажем так, когда через неделю мне пришлось купить первые в жизни очки, я выбрал самые большие стекла и самую мощную оправу. Может быть, хоть они нос скроют? Не скрыли. Я искренне начал думать, что все смотрят только на эту чертову горбинку. Что у меня ужасный нос, мне его срочно нужно исправить. Логика сотого уровня. «Паш, ты такой худой!» Они смеются над моим носом. Но, увы, никакой логикой подобные проблемы не побеждаются. До конца старшей школы на меня из зеркала смотрел огромный носяра на пол лица. Еще раз повторю, не комментируйте чужую внешность. Ты никогда не узнаешь, что может стать триггером РПП, дизморфофобии или подарить человеку комплексы. Мне просто хотели сделать комплимент. Очевидно, вышло не то, чтобы очень хорошо. Как я избавился от мысли вот о этой части моего тела? И да, сейчас я смотрю на себя уже совершенно другими глазами и не считаю, что с моим лицом что-то не так. В одиннадцатом классе моя жизнь состояла только из двух вещей. Учеба и уход за умирающей бабушкой. Больше было некому. Деменция плюс рак у любимого человека и у тебя уже нет времени смотреть в зеркало и оценивать размер носа. Ваш недельный доз позитива. В 2022 году соотнести свою внешность со стандартами красоты стало еще проще благодаря соцсетям. Естественно, и до начала правления запрещенного в России альбома с картинками люди сравнивали себя со звездами. Но дама в бикини на обложке и потянутый красавец на развороте журнала о здоровье это все же что-то далекое. В голове у нас периодически срабатывает. Есть профессиональная ретушь. Выглядеть так это работа. У обычного человека нет таких средств. Но сейчас же с идеальной внешностью щеголяют вроде бы и обычные люди. Важное уточнение в соцсетях. Вот мамочка-блогер рассказывает, как она все успевает, показывает плоский живот и довольного мужа. Какая такая пострадавая депрессия? Вот фотографии обычной студентки с идеальной кожей. Прыщи? Постакне? Не, не слышали. Это только у тебя такое бывает. Вот целая подборка из спортзала. Ставлю цели, достигаю. Ну-ка подними попу с дивана. Спортивная анорексия? Стероиды? Не, об этом не написано. Современные подростки настолько привыкли видеть успешный успех от фотошопленных лица сверстников и видео с наложенными эффектами, что перестают адекватно воспринимать внешность обычного человека. И прежде чем я перейду к очень яркому примеру, я хочу поблагодарить своих замечательных бустеров. И особенно вот этих потрясающих либералистичных друзей из комарохов за поддержку. Если вы хотите поддержать мою деятельность и получить парочку плюшек, например, доступ вот к этим стримам, моим первым роликам, а также желаете смотреть мои видео раньше остальных, то обязательно переходите по ссылке в описании, я буду очень благодарен. Дальше очень важное предупреждение для зрителей моего возраста и старше. Внимание! Сейчас прозвучит слово Майнкрафт. Пожалуйста, не пугайтесь и не выключайте видео. Все в порядке, вы все поймете, я тоже чувствую себя некомфортно. Совсем недавно в западном интернете популярность получила забавная игра «Опусти внешность человека челлендж». С чего все началось? Знакомьтесь, блогер Дрим. 31 миллион подписчиков, ролики о Майнкрафте, особенность, ютубер никогда не показывал своего лица. До того момента, как он все же решил его показать. И тут началось. Малолетние фанаты Майнкрафта остались, мягко говоря, не в восторге от внешности своего кумира. Ведь он выглядит вот так. Согласен, страшнее человека сложно себе представить. Правда? Логично же, что настолько популярный блогер должен походить на модель нижнего белья. Разве нет? Новость? О боже, он выглядит как обычный парень! Тут же подхватил твиттер и вывел ее на первое место в тренды. В эту же секунду присоединились хейтеры Дрима, которых у достаточно проблемного блогера немало. Издеваться над внешностью человека можно, если человек несет какую-то дичь. Такие правила! Всем так понравилась новая игра, что люди начали массово клепать мемы. А кто страшнее, Дрим или Шрек? А вам тоже хотелось выколоть глаза, когда вы увидели этого доходягу? Все было очень весело и клево, ведь оскорблять толпой всегда прикольно. Вплоть до того момента, как стали раздаваться голоса. А вы понимаете, что насмехаясь над внешностью по сути обычного человека и выставляя его жутким страшилищем, вы унижаете и всех остальных парней, которые не выглядят как Ален Делон. И мои самые юные подписчики. Кто такой Ален Делон? Если такая внешность это отличный повод для шуток, мемов и стыда, зачем он вообще с такой внешностью в интернет поперся, то что же мне это делать? Наверное, лучше вообще не высовываться? Особенность оскорбления известных людей заключается в том, что многие из них ваших сообщений даже не заметят. А вот обычные пользователи сети, натыкающиеся на обсуждения жирной Селены Гомес, страшной Брежневой, целлюлитной Рианы, понимают, я урод, если такую внешность осуждают. Знаете, лучший способ снова начать адекватно оценивать свою и чужую внешность. Объясняю по пунктам. Первый. Выходите на сутки из всех соцсетей. Второй. Отправляетесь в ближайшую пятерочку и внимательно смотрите по сторонам. Ищем скидки. Ни за что не поверите, вас окружают обычные люди. Ни Чемины и ни Джиджи Хадиды. Даже как-то обидно. С прыщами, пивными животами, не идеальным цветом кожи, целлюлитом. Окей, я обратно в соцсети. Оставлять негативные комментарии о чужой внешности это дурной тон. И это знают все. Но все меняется, когда речь заходит о здоровье. Нет, вы не оскорбляете человека и не лезете не в свое дело. Нет, нет, нет. Вы глаза пытаетесь открыть и с пропагандой боретесь. А эта пропаганда сейчас с нами в одной комнате. Малюсенькая проблема только в том, что на глазок здоровье не определяют. У меня есть знакомая, достаточно известная модель. Фитоняшка, пресс, не ленится, в отличие от тебя, жируха. Все бы хорошо, но в самый пик своей популярности и здоровья у нее не было месячных. Это обычно признак того, что организм работает как часы. Можете мне поверить. Или у Катюши из ТикТока спросить. Она у нас спец в менструации. Теперь правда про спец операцию вещает. За то, что у нее было. Анорексия, булемия и восторженные комментарии я бы вдул. О чем еще настоящая женщина может мечтать? Когда после долгой борьбы с РПП моя знакомая наконец-таки слегка набрала вес, реально слегка, тут же посыпались сообщения. Еще чуть-чуть и будет не очень. Раньше выглядела здоровее. Что, решила себя запустить? У девушки снова вернулись месячные, а специалисты из сети доказывали, что тебе к врачу сходить организм явно уже не тот. Мои ровесники наверняка помнят группу Пусик Эддолс и их солистку Николь Шерзингер. Вот уж где точно здоровье, кровь с молоком, шикарное тело, сложнейшие танцы, вот как надо за собой следить. В августе 17-го года Николь рассказала о том, что булемия украла 10 лет ее жизни. Знаменитость критиковала себя с раннего детства. В 14 лет она начала бегать по ночам, чтобы похудеть. Булемия, как тюремное заключение, болезнь забрала мое счастье и уверенность, говорит Николь. Однажды знаменитость упала в обморок прямо в гримерке после концерта. Ее обнаружил менеджер. Да, представьте себе, людей с РПП очень часто хвалят за здоровое тело и ставят другим в пример. И загоняют в очередной срыв. Но ведь анорексия это когда совсем скелет? А булемия? Ну ладно, давайте лучше о полных поговорим. Там-то точно сплошная лень. Здесь должны быть какие-нибудь отрывки из роликов с Нейлкика. Жирный. Как же мне нравится, когда подтянутое тело делают синонимом трудолюбия. А если ты подобной фигурой не обладаешь, лентяй. Ведь спортзал единственное место, где можно трудиться. Я несколько лет посещал качалочку. Наверное, именно в те годы, когда я наконец-таки увидел свой пресс, от меня была просто максимальная польза обществу. Я ж такая трудяшка! Только вот, когда я действительно работал на разрыв аорты на благо стране в школе, мне было вообще не до спортзала. Наверное, ленился сильно. Удивительно, но я начал качаться тогда, когда бросил работу. Но если сравнивать фотографии до и после, учительские годы, время моей лени. Странно говорить о РПП и внешности и не упомянуть бодипозитив. А бодипозитив относится не к жирноте, а к увечиям и каким-то, ну скажем так, ну не знаю, шрам у тебя какой-то, нога у тебя какая-то не такая, еще что-то. То есть принимать свое тело таким, какое оно есть. Это Снейл Кик, и он расскажет вам о правильном и неправильном бодипозитиве. Ведь этот блогер великий специалист во всем, кроме событий 22 года, ведь здесь не все так однозначно и настоящей правды мы не узнаем. Очевидно, он видел вот эту картинку. Понимаете, когда-то, в те счастливые времена, когда еще не было жирных феминисток, появился замечательный и настоящий бодипозитив. Активисты боролись за права инвалидов, людей со шрамами и ожогами. Но потом пришли злые жирухи и подмяли все под себя. Оценили, жирухи подмяли. Юморю без перерыва. Одна проблема, все было не так. Бодипозитив и родился из движения за права полных. Представляете, сначала активистки именно о проблемах таких людей и говорили, а потом уже концепция настолько понравилась, что ее расширили и на другие группы. Расширили бодипозитив. Мне пора остановиться. А самое забавное, что эта информация гуглится за минуту. Окей, две, если печатаешь и читаешь медленно. Но наш эксперт в феминизме и бодипозитиве с двумя миллионами подписчиков и просмотрами едва ли не меньше, чем у меня. Да, мы здесь просмотрами меряемся. Явно выше такой ерунды, как проверка данных. Естественно, ведь гораздо прикольнее иметь группу, которую можно свободно унижать. Но это ведь просто забота о здоровье. Правда? Фотографии сигареты вызывают у подобных борцунов такую же поповоль? Да? А... нет. Наверное, просто никотин не так опасен. А вы можете представить, чтобы с такой же агрессией слюнями во все стороны набрасывались на людей с алкоголем в руках? Увы, забота о здоровье ограничивается лишним весом. Только вот пьяный человек еще и за руль сесть может. Нету ни одной анарексички на плакатах ни одного Кельвина Кляйна, ни одного даже того же Виктория Сикрет, ничего нет. Это люди, которые больны и их нигде не показывают. Мне начинает приводить пример, что да что это такое, говоришь по подиуму вон ходят. Но на подиумах есть конкретные параметры, конкретные параметры. И если мы говорим про подиум, то это подиум. Это настолько, скажем так, локальная история, настолько локальная история и настолько таких моделей мало, которые никогда особо-то и не были популярными. Вот не было такого, что был бум на вот такого вот рода формы. Там нет ни жопы, ни сисек, ничего, там просто прямое все. Понимаете? Героиновый шик, Кейт Мосс, не особо популярная история. РПП среди моделей. Не, не слышали. Тут блогер сказал. В общем, именно так продвигается идея, что отдельные группы людей можно спокойно унижать за внешность. И да, вот подобные комментарии это не критика, это унижение. Хотя это же пропаганда и мы с ней боремся. А ведь Снейл Кика кто-то умным считает. Друзья, если вы хотите поддержать меня, обязательно поставьте этому ролику лайк. Тогда его увидят больше зрителей. Кроме того, не забывайте про мой телеграм-канал. Там интересно и все новости появляются гораздо раньше. Напомню и про свой бусте. Подписывайтесь. А я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok